Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сегодня я пикирую свой перец в фазе двух семидолей, вот такой совсем молодой. И расскажу вам еще раз про пикировку перца. Потому что, хотя я в прошлом году все это рассказывала и снимала, некоторые люди то ли не могут найти видео или уже забыли. И опять стали поступать вопросы, когда я вот пикировала вот этот ранний в фазе двух настоящих листьев. Некоторые пишут, а почему именно в фазе двух листьев, а я пикирую в фазе двух семидольных, когда еще нет листа и когда лучше. Вот сейчас обо всем об этом я расскажу, уже хотя второй или третий раз все это уже рассказано на 100 рядов. Но для тех, кто добавился в нашу компанию недавно и еще ничего этого не слышала, я повторю, мне не сложно. Вот начнем с того, что такое пикировка. Пикировка это пересаживание вот этих вот. Они были сначала посеяно, загущено, потом я их пересадила пореже в отдельную, более просторную тару. И если свои ранние посевы, их у меня совсем мало, 3 лоточка, я делала, пикировала в фазе двух настоящих листьев, то есть у меня вот эти, чтобы вам яснее было, вот эти две семидоли показались и вот этот настоящий лист, один был уже полноценный и второй. Было два настоящих листа, именно вот таких, не семидоль. Вот семидоли, вот они семидольные листики, а вот два настоящих листа. И я их пикировала вот эти в фазе двух настоящих листьев, но там некоторые, конечно, были, которые вылезли позже, вот видите, они более маленькие, но я с первой партии не выкинула ничего, потому что это ранние посевы, они могут еще догнать, у них есть время. А вообще пикировка используется, основная ее причина, это выбраковка больных и слабых растений. То есть мы оставляем самые лучшие сильные, а больные и слабые убираем. И когда я пикирую, я обязательно проверяю корни. Я смотрю состояние корней, не дай бог, если корень коричневый, какой-нибудь подгнивший, я обязательно его убираю. Остаются только лучшие сеянцы, они дают хороший результат, с них потом хороший урожай. Еще зачем мы пикируем? Повторю снова, что я пикирую еще и для того, чтобы немного затормозить рост растений. Вот эти растения, которые у меня посажены рано, мне не нужно, чтобы они разрослись, и чтобы они у меня на подоконнике или там на стеллаже буйные были, здоровые такие кусты. Пусть они будут компактные, такие небольшие, коренастые, но здоровые. Еще одна причина. Заглубляя вот эти вот юные сеянцы, ну юные или чуть повзрослее, по семидоли, у сеянцы образуются боковые корни, хотя и многие говорят, что они не образуются, но они все-таки образуются, вот потом понаблюдайте. И я всегда прищипываю вот этот вот кончик для стимуляции образования боковых побегов. Пикировка это прекрасный способ, чтобы, как сказать, улучшить корневую систему, усилить ее. Она пойдет тогда не в глубину, вот сюда вот, видите как он растет у него, этот штырь, он туда дальше, 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 я вот этот вытащила, он даже, видите, подогнутый, он дошел до этого, до дна лотка, лотки же посевные у нас 5 сантиметров всего, он дошел туда, до дна, загнулся, но он все равно будет пытаться в длину расти. А нам нужно, чтобы вот эти вот боковые, чтобы корневая система была компактной, но сильной и разветвленной. Чем больше будет маленьких, крошечных вот этих корешков, тем сильнее будет саженец. После пикировки обычно саженцы такие крепкие, здоровые. Они не вытягиваются, коренастые, мы тормозим их, и корневая система хорошая. Вот теперь к вопросу, когда пикировать, на какой фазе. Я могу, вот по своему опыту могу сказать, что пикировать можно на любой фазе развития растения, потому что я делаю на любой фазе, и всегда они приживаются. Вот сегодня буду пикировать самые маленькие, у которых 2 листа, видите, 2 листа, никаких настоящих нет. Они уже готовы к пикировке. Но можно пикировать и с 2-мя настоящими, можно было пикировать и с 4-мя настоящими листьями. Они бы все равно прижились. Умереть они не умрут. Но чем взрослее рассада, тем сложнее, чем, что у нее уже сильно большая вот эта мочалка корневой системы. И если вы начнете вынимать ее из грунта, то, конечно, она повредится больше, и торможение будет, ну, еще сильнее. Можно их пересаживать в том случае, еще раз, если вы хотите, чтобы рассада, ну, немножко не разрасталась, не увеличивалась зеленая масса. Про грунт и про лоток еще хочу сказать, что во время каждой операции я грунт меняю. Если они росли у меня в одном грунте, вот эти, я их вынула. Для пикировки я использую свежий грунт. Свежий грунт во избежание заболеваний грибковых и всего. Лоток тоже другой, были более низкие посевные. Вот этот лоток более высокий, он на 2-3 сантиметра, здесь грунта больше. Почему пикирую так рано? Ну, у меня много причин. У меня есть и своя причина, это временной дефицит. Когда были вот эти вот ранние посевы, их было мало, я спокойно села и распикировала. Сейчас пошли массовые посевы у меня перца. Естественно, у меня времени не хватает. И если я буду ждать, пока перец весь вырастет до фазы двух настоящих листьев, то потом я боюсь, что я не успею такое количество распикировать. Поэтому я начинаю. Я несколько лотков распикирую сейчас в фазе двух семидолей, несколько лотков в фазе одного настоящего листа, дальше будут два настоящих листа. И вот в какой фазе я их прихвачу, в такой фазе я их и буду пикировать. Ну, хочу сказать, что вот эта пикировка, ранняя, она наиболее меньше болезненная для перца, чем поздняя. Я стараюсь подловить перец, вот этот, когда у него хорошо развита вот эта, ну как она уже большая, но еще мало боковых. Вот видите, боковые только-только-только-только начинают вот эти пушистики. Я прищипываю, и в таком виде, когда у него нет еще огромного количества вот этих растопырок боковых, его легко погрузить в эту, в ямочку, которую я приготовила. Процесс проходит очень быстро. Я прищипываю, раз, кладу. Прищипываю, раз, кладу. Так, сейчас я заполню все ячейки, я буду сейчас их укладывать, и вам еще несколько нюансов этой пересадки расскажу. Вы видите, что у меня здесь они в стопочке. Это раствор, ой, ой, пролился. Это раствор, в данный момент раствор циркона. К сожалению, пачку не могу показать, я их всех уже раздела, и они у меня вот так, я уже показывала, для экономии места, чтобы они не шебуршали, они все у меня или эпин, или икон используют. Я уже говорила, даже снимала видео, что как повысить приживаемость сеянцев, вот этих юных, после пикировки. Конечно, нужно использовать вот эти различные средства. Например, почему циркон я использую? У него на пачке написано, но не могу показать, что это индуктор болезни устойчивости и корнеобразователь. То есть, подержав 2 часа вот эти мои сеянцы в растворе циркона, развожу по инструкции, я повышаю, но я надеюсь, что у моих сеянцев повышается сопротивляемость к болезням и повышается корнеобразование. То есть, они эту пересадку почти не заметят. Они переживут ее безболезненно, у них сразу после пересадки на второй день начинается образование новых корешков. И я вам потом покажу на второй, на третий день. Они, ну как, у них даже не видно, что они пережили такую сложную операцию, что их вынули, там, корень им обрезали. Они чувствуют себя прекрасно. И почему не только из-за временного дефицита, да, я использую вот этот именно метод, потому что именно вот такие маленькие, им легче всего пережить. У них корней совсем почти нет, у них вот этот один большой, длинный, я его общипываю, они даже не чувствуют. Если бы были боковые корешки, все бы их вырвали из грунта, и, естественно, больше масса поврежденных корней, больше будут болеть. Вот этот метод еще в старину, ну как в старину, во время Советского Союза, всегда использовали на предприятиях, вот именно на производствах, на тех, которые занимались выращиванием рассады. Никогда рассаду посеянную не держали вот до такого большого состояния. Делали загущенные посевы, вот как у меня, прям густо-густо-густо. Им главное только, чтобы взошли. Как только они всходят, быстренько их все распикировывают, прямо вот в таком юном возрасте. Они день-два, корневая система схватится с почвой и пошли в рост. Вот эти способы, они проверенные, очень старые, вот на ранней стадии. Я говорю, что они используются для тех, у кого много посадок. Если вы, например, высаживаете всего 20 или 40 перцев, конечно, вы можете ждать и два листа, один на любое, ну как, до любого состояния. Но если вы все-таки решите вырастить много рассады и заняться, например, каким-то массовым выращиванием, то без этого способа, без пикировки вам не обойтись. Кстати, забыла сказать про два вида, что кто выращивает мало, тот может вообще обойтись без пикировки. Вот видите, пока я вам рассказывала, я раскидала уже пол лотка, мне надо идти снова вынимать из грунта новую партию. Я помного сразу не вынимаю, потому что я не знаю, успею я рассадить или нет. Еще один нюанс, когда я буду закапывать, я вот за листик немножко приподнимаю, чтобы корень там был не подогнутый, потому что я когда бросаю, корень маленький, тонкий, он может подогнуться крючком, и это будет плохо. Я немножко приподнимаю сеянец, вот так вот присыпаю, и немножко как раз уплотняю. Все. Теперь я буду поливать, но поливать буду, опять же, сплошного полива не будет, я буду поливать из поилочки, каждому-каждому под корешок. Не заливать первое время, потому что корневая система очень маленькая, жидкости им нужно очень мало, если вы перельете, почва может закиснуть, им сейчас нужен минимальный полив, ну на первое время, пока они вот после пикировки приживутся. Если вы польете хорошо под корень, то неделю можно не поливать. Я прям потом смотрю, вверху даже если сухо, я туда палец заглубляю в почву, если там полувлажно, то все. И поливы. Конечно, в зимнее время, когда вот сейчас еще холодно, лучше всего поливать поменьше. А, вот циркон, который я развела, вот эта капсула, я в нем выдержала, и сейчас первый полив я буду делать тоже раствором циркона. Это еще раз, немного как повысит их иммунитет, все-таки он, корешки, первая влага, которая поступит в корни, это будет вот с цирконом. Условия после пикировки, обязательно соблюдать. Свет. Нужен свет. Свет им поможет прижиться, поможет пережить. Без света перцы после пикировки очень долго болеют. Свет, тепло, больше ничего им не нужно. Все, вот это я рассказала, как и показала, как я пикирую перцы на фазе двух семидолей. Та же самая ручка, те же самые дорожки, дырочки, делаю дырочки, раскладываю все это быстро. Если бы я сейчас еще вам все это не показывала, я бы уже весь лоток распикировала. Все приживается очень хорошо, на ранней стадии можно пикировать. Если у вас нет нужды, можете дождаться двух листьев. Если вам некогда, вы знаете, что потом вы не сможете, можно пикировать вообще, как только они развернулись, два листа. Корневая система маленькая, болеет мало, приживается хорошо. Все примутся до одного. До свидания. С вами была Ольга Чернова. С вами была Ольга Чернова.